Да раздевайся ты и будь как дома. Эх, хозяйка исключительная. И умная ведь, и характер золотой. Да, действительно. Эй, нет, я есть не буду, я сыт. Ну чё это ты не будешь? Нет, честно говоря. Ну, по рюмочке-то можно. Ну, по рюмочке можно. А я тебя просто удивляюсь. Ну, как ты мог упустить такую женщину? Лопух ты. Запоминающаяся внешность, глубокий баритон, яркие роли, творческая звезда народного артиста России Александра Потапова оказалась по-настоящему яркой и счастливой. Несмотря на многочисленные сложности, он кардинально изменил свою жизнь и превратился в одного из самых узнаваемых советских актеров. Его судьба – пример упорного труда и большой смелости жить так, как мечталось. Родился Александр Потапов 14 июня 1941 года в Москве. Его отец был военным летчиком, а мать – авиационным инженером-конструктором. Александр и сам думал, что свяжет свою жизнь с армией. Сперва юноша поступил в Суворовское училище, а после – в военно-воздушную инженерную академию. Именно здесь он увлекся самодеятельностью, но из-за заикания, которым страдал с самого детства, долго стеснялся выходить на сцену. В итоге Александр приложил немало усилий, чтобы избавиться от проблем с речью, а к моменту окончания академии понял, что хочет стать актером. Потапов с первой попытки поступил в Щепкинское училище. Отец встретил его решение в штыке. Не поддержала даже мама. Только спустя много лет, когда он уже обрел популярность, родители смирились с его выбором. В кино Александр Потапов начал сниматься, будучи студентом. К моменту окончания училища на его счету уже было несколько ролей. Однако молодой актер мечтал о сцене. Он был приглашен в трупу малого театра, где прослужил более полувека. Потапов считал, что главная в жизни актера – это сцена. Именно по этой причине он упустил роль Шурика в «Кавказской пленнице». Тем не менее, кинорежиссеры не оставляли талантливого артиста в покое и постоянно приглашали его на съемки. Благодаря внешнему сходству с Никитой Хрущевым, он трижды сыграл его в разных картинах. Всего же за время работы в кинематографе Потапов сыграл более 95 ролей. Кроме кино и театра, Александр Сергеевич много лет преподавал актерское мастерство в своем институте. Первая любовь настигла актера в то время, когда он еще учился в Суворовском училище. Тогда жизнь их раскидала, и Наталья вышла замуж за его друга. А Александр женился на студентке ГИТИСа Людмиле Черепановой. Молодые люди оказались не готовы к ответственности. Союз вскоре распался. Со второй своей избранницей, переводчиком Еленой Шестаковой, отношения казались более прочными. В этом союзе на свет появились сыновья Сергей и Владимир. Окружающим они казались счастливой парой. Вот только Александр так не думал. Его не покидало ощущение, что он живет не с той женщиной. Мальчики были подростками, когда их отец вновь случайно встретил любовь всей своей жизни и решил больше никогда не расставаться с ней. Они стали встречаться тайно. Долгое время никто ничего не знал об их отношениях. Лишь переступив 70-летний рубеж, актер вдруг понял, как ничтожно мало времени им осталось. И решил больше не врать жене, рассказал правду и попросил развода. Судьба отмерила им всего три года полноценной семейной жизни, которая стала для обоих невероятно счастливой. Они не разлучались ни на минуту, много путешествовали. Сыновья не отвернулись от отца. Все так же часто он виделся с ними, обожал своих шестерых внуков и часто проводил с ними время. Яркого актера не стало 8 ноября 2014-го. Во сне его сердце остановилось. Александру Сергеевичу было 73 года. Народного артиста похоронили на Троекуровском кладбище. Вечная светлая память.